Худоба еще не означает отсутствие целлюлита. Добро пожаловать вновь на мой канал. Как я сама избавилась от целлюлита в домашних условиях. Вкратце о себе. Кто меня видит впервые, я стала мамой дважды за последние три года. Ну, соответственно, дважды у меня была беременность, и дважды были роды, и дважды было ГВ. Скорее всего, сейчас кто-то из вас подумает, о боже, опять это видео о том, что избавляться от целлюлита нужно при помощи скрабов. Хотя да, скрабы на самом деле я тоже использую, и это мой любимый скраб, и о нем я вам как-нибудь расскажу совершенно в другом видео обзоре. Я его использую уже дважды, то есть это вторая упаковка, и он имеет место быть, но нет, все не так просто. Кто-то сейчас подумает, ну да, наверное, это видео о том, что нужно пить необычайно много воды для того, чтобы избавиться от целлюлита и быть просто очень стройной и прекрасной, красивой, молодой. Да, вода тоже имеет место быть, соглашусь, но нет, это видео опять же не о том, как пить много воды и сколько ее вообще пить. Об этом мы все с вами уже в курсе, да? Кто-то подумает о том, что это видео о том, что нужно делать массаж, и тогда мы избавимся от целлюлита, нужно использовать разные масла, стимулирующие работу кожи и подкожного жира, выводить весь этот жир и так далее. Да, масло тоже имеет место быть в арсенале по борьбе с целлюлитом, и я им совершенно не брезгую и делаю массаж с этими маслами, но опять же о масле я вам расскажу как-нибудь в другой раз. Ну, наверное, это видео о том, что нужно правильно питаться, о том, что нужно есть одни листья салата для того, чтобы избавиться от целлюлита, и да, возможно, нужно добавлять и листья салата в свой рацион для того, чтобы избавиться от целлюлита, но если мы это все будем применять, даже все вместе, мы никогда в жизни с вами не избавимся от целлюлита, проверено на себе. Я это проверяла миллионы раз, потому что целлюлит появлялся в моей жизни ярко выраженный неоднократно, и несколько раз в жизни я от него избавлялась и очень надолго, и сейчас я очень быстро после вторых родов также избавилась успешно от целлюлита, уже опираясь на свой предыдущий опыт, уже опираясь на предыдущие ошибки. Сегодня я все это совместила вместе и решила вам все-таки рассказать главные важные секреты, основы борьбы с целлюлитом, ну, не скажем раз и навсегда, но, по крайней мере, на очень-очень длительный срок. Вообще, честно сказать, целлюлит — это нововведение в нашей бьюти-жизни, в бьюти-жизни женщин, на самом деле он был буквально обнаружен, как раскрыт, что ли, в 19 веке. Возможно, на него просто ранее не обращали внимания, возможно, он был как must-have, а возможно, просто он действительно начал появляться с изменением нашей жизнедеятельности. В общем-то, в 1973 году только лишь были введены меры по борьбе с целлюлитом, и целлюлит не считается как патология, а считается совершенно как норма. Поэтому мы не будем прямо-таки бояться, это нужно первое, с чего начать, нужно принять себя такой, какая ты есть. Нужно принять свой... Почему я все время трогаю эти волосы? Как будто бы я прямо стесняюсь своего плеча, я вот сейчас прямо так демонстративно открою, чтобы увидели, что я там ничего не скрываю. В общем, да, кстати, тут петличка, наверное, поэтому. Нужно принять свой целлюлит как часть себя. Все-таки это наше тело. Знаете, я не могу сказать, что я люблю себя на 100%, кто-то сейчас удивится. Я скажу, что я люблю себя, ну, может быть, на 40%. И именно это мне дает мотивацию к тому, чтобы становиться лучше, к тому, чтобы совершенствовать себя, не лениться. Я вам советую начать с того же. Не нужно себя не любить на 99%, нужно себя не любить частично, частично нужно себя принять со всеми своими достоинствами и недостатками. И отсюда мы начинаем. Смотрите, я открыла один интересный момент того, что если совмещать все вот эти способы, которые я вам сейчас перечислила, результата нам не видать как своих ушей. Поэтому я стала наблюдать другие моменты, кое-что изучала, естественно, и на себе действительно я открыла и поняла. То, что целлюлит – это конкретно гормональный процесс. Мы видим так, как работают наши системы. Система кровоснабжения, система обмена веществ, гормоны. Соответственно, гормоны начинают сбой когда? Особенно тогда, когда мы испытываем стресс. Когда мы живем несбалансированно в собственных мыслях, в собственном мировосприятии, в нашем настроении. Когда мы находимся в негативе, когда мы не удовлетворены. Наши гормоны начинают сбой. Целлюлит – это результат гормонального сбоя отчасти. Соответственно, когда мы нарушаем работу наших гормонов, когда мы ведем неположительный, непозитивный образ жизни, стиль жизни, мы обрастаем этими неровностями. Далее. Наши гормоны неудовлетворенные порой мы удовлетворяем чем пищей. Особенно с сахаром. Сахар вызывает выделение эндорфина. Вследствие чего начинается скопление жира в тех самых клеточках под нашей кожей, на наших бедрах, где самые уязвимые места. Наш мозг требует еще больше пополнения сахара. Наше тело хочет еще больше эндорфинов. Соответственно, скопление идет все больше и больше. В общем-то, это не новость. Но здесь, конечно, стоит задуматься, как же нам себя удовлетворять, не используя сладости, сахар, пищу. То есть, вывод таков. Первый пункт. Мы меняем мышление в собственной голове, меняем стиль жизни. Стоит поменять способ выработки эндорфинов. А уже какой способ это выбирать каждому. Пункт второй. Упражнения. Делайте эту гимнастику, делайте это упражнение, и вы сожжете целлюлит, вы избавитесь от целлюлита. Да нет, неправда. Не бывает таких упражнений, не бывает такого комплекса, который будет работать конкретно на подкожный жир в клетках, образованный совершенно от каких-то не имеющих в принципе с теми упражнениями факторов. Качаем бедра, мышцы накачиваются, а целлюлит поверх все остается. Смеюсь в голос. Но физические упражнения однозначно работают на пользу все тому же самому пресловутому гормональному фону. Физические упражнения прекрасно работают на пользу кровоснабжения, при нарушении которого образуется также целлюлит. Физическими упражнениями мы стимулируем обменные процессы, метаболизм. Таким образом, не бывает конкретных упражнений на область целлюлита. Бывают упражнения на мышцы бедра, их можно подсушить, их можно сделать удлиненными, их можно закачать, сделать каменными банками, вот такими дутышами. Можно растянуть, сделать эластичными. Но конкретно бороться с целлюлитом упражнения не будут. Но если вы будете совершать просто очень много движения в жизни, вы будете добавлять те самые эндорофины вашему организму, вследствие чего гормоны будут приходить в порядок, вы не будете испытывать стресс, вы будете спать хорошо. И, соответственно, вы будете очень эффективно и быстро и надолго избавляться от целлюлита. Он будет просто сгорать. Это постоянное движение. Не зацикливайтесь на определенных упражнениях, не нужно верить в них и думать, что именно они вам помогут. Просто разнообразьте свою физическую активность. Ходите много, гуляйте много с ребенком, просто на пробежку. Кстати говоря, да, есть прекрасное упражнение, которое вот я на 100% уже проверила на себе, которое работает против целлюлита. Это дренаж. Сейчас расскажу вкратце. Ранее, как вы помните, кто меня смотрит изначально, я была фанатка бега. Я бегала много, я бегала по-разному, на долгие расстояния. И я открыла для себя интересный факт того, что когда я делаю шаг длинный при беге, я не испытываю вот этого дренажа, такой легкой трясочки. Поэтому я перешла на мелкий, довольно-таки частый бег. То есть я делаю очень коротенькие шажочки и так буквально падаю на стопу. Но, внимание, падать на стопу весьма опасно, если ты бегаешь по асфальту, по твердой дороге. Именно поэтому бегать нужно по лесным тропам, по, я не знаю, по обочине, там, где есть земля. Также, если вы используете замечательную профессиональную обувь для бега, она также вам поможет создавать амортизацию для того, чтобы не убить свои колени, свои суставы. Но вот этот вот такой тук-тук-тук удар, он создает такой дренаж в бедрах. И когда я делала вот эти мелкие шажочки, когда я бежала, я чувствовала, как под моей кожей вот так вот все просто раздрабливалось, раздалбливалось. Весь этот целлюлит просто горел. Когда создается дренаж подкожный, именно на бедрах, начинается правильный лимфоотток и правильный кровоприток. Вот эта вот вся циркуляция верная работает нам на пользу, и мы жжем жир. Это, пожалуй, единственное упражнение, которое я открыла для себя. Ну, кстати, да, еще бывают такие солярии с дренажом, но этого очень-очень мало. Здесь нужно стоять на таком дренаже где-то, наверное, час, чтобы получить хоть какой-то эффект. Ну, а в целом вывод прост. Движение жизнь. Пункт 3. Физическая стимуляция целлюлита. Да, здесь шикарно подходит аппаратная косметология, допустим, в салоне. Стимуляции при помощи электро, в общем, типа физиотерапии. Но мы сейчас с вами обсуждаем то, как я сама дома без помощи профессионалов избавилась от целлюлита. Поэтому аппаратную косметологию мы отодвигаем подальше. Массажистов мы также отодвигаем подальше, потому что, ну, вот просто нет времени на профессиональный массаж. Пойти в салон, залечь там на час, на полтора массажа, и пока я без массажа. Пока я, да, принимаю душ, сама потом наношу масло и делаю легкий-легкий массаж. Либо, как вы помните, при помощи вот такой любимой щеточки дренажной, которая, кстати говоря, да, довольно-таки хорошо стимулирует кровоприток и отток лимфы, и разбивает жировые отложения прямо-таки на глазах буквально. Но это не панацея. Обращайте внимание на те пункты, которым я уделяю тщательное внимание в этом видео. Либо я делаю просто массаж при помощи пальчиков, используя любимое масло. Сейчас я вам говорю о физической стимуляции, которую каждая из нас может себе позволить дома и утром, и вечером. Это контрастный душ. Это просто что-то потрясающее. Вот такая простая вещь, о которой никто не знает, никто почему-то не помнит. Кто-то боится ее использовать, кто-то не может пересилить себя, но начните с комнатной температуры, но потом перейдите на ледяные обливания и делайте контрастный душ обязательно снизу вверх, в сторону сердца. Контрастный душ прекрасно стимулирует работу, во-первых, кровоснабжения, укрепляет сосуды, просто даже физически укрепляет кожу. Кожа становится более плотной и эластичной. Контрастный душ прекрасно закаляет иммунитет плюс ко всему, что тоже очень хорошо влияет на наше психическое и, соответственно, гормональное состояние. То есть, когда мы закалены внешне, в здоровом теле здоровый дух, контрастным душем, горячим-ледяным, мы ускоряем обмен веществ. Так мы боремся с целлюлитом, так мы его раздрабливаем, сжигаем, уничтожаем тщательно и надолго. Ведь это и есть основная цель. Нам уже не 16, как я когда-то участвовала в конкурсах, и мы были довольно стройными, но мы практически каждая имели целлюлит. Опять же, вот изо всех вот этих трёх несоблюдённых факторов, которые обязательно присутствовали в нашей жизни. Это был и стресс, и недосып, и употребление сладости. В общем-то, боязнь каких-то холодов, закалки. Всё это было по молодости, по неопытности. И поэтому нам сегодня не 16, и мы забываем про все вот эти сказки, которые мы привыкли слышать, о том, что вот если мы будем вот это использовать, то мы станем стройными и звонкими. Нет, нужно начинать с основ всех основ. Начните с себя, начните со своей головы, измените стиль жизни, измените режим, измените мышление для этого изначально. Прекратите верить в байки про то, что делая вот одно вот такое вот волшебное упражнение, это поможет вам избавиться от целлюлита. Упражнения помогут сделать фигуру красивой, похудеть. Но худоба ещё не означает отсутствие целлюлита. Кстати говоря, по поводу воды. Изначально я сказала, что очень часто мы можем слышать советы на тему, чтобы избавиться от целлюлита, нужно пить много. Если мы пьём много, но мы по-прежнему находимся в стрессе, в гормональном неуравновешенном состоянии наше тело пребывает. Куда же эта вся вода уходит? Она уходит в отёки и на лице, и на теле. Она уходит в эти самые комочки, вместе с жиром там застаивается, образуя вот эти неровности, эффект апельсиновой корки на наших прекрасных бёдрах. Поэтому вода водой. Но опять же мы возвращаемся к тем трем пунктам, которые я вам сегодня здесь перечислила. Три маленьких секрета, благодаря которым я создала своё тело. Ну, не буду говорить идеальным, но я считаю, что после двух родов, за такой короткий срок, и при ГВ, когда тоже идёт такая странная перестройка гормонов, я считаю, что результат достигнут. Ну, я довольна пока. Но нет предела совершенству, и я буду стремиться к большему. Как только позволят дети, позволят время и позволят мои силы, когда я начну высыпаться, эти три секрета прекрасно сочетаются со всеми теми маленькими женскими секретиками и приятностями, которые я вам перечислила изначально. А это скрабы, это пилюли антицеллюлитные, это вода, это листья салата. Всё это должно быть в жизни нашей. И это есть стиль жизни и путь к успеху. Спасибо, что сегодня были со мной. Была рада с вами поделиться своими секретами. Не забывайте мне внизу под видео оставлять в комментариях пожелания на новые видео. И увидимся скоро. Пока.